Верите в Бога, другие в ислам Мы верим в своих предках Понравилось? Четко Первый в мире арктический углевоз В общем здесь тоже трещина оказалась широкая Поэтому едем дальше, будем искать проезд Так, ребят, сейчас я покажу вам стоимость топлива Чукотская транспортная компания Стоимость топлива 62 рубля стоит 92 и 70 рублей стоит дизель Здравствуйте Заправите? Да, конечно Дизель Винол? Винол? Конечно винол Так, ребят Сидят пацаны на заправочке Заправка работает круглосуточно, очень удобно И в принципе цена на топливо в такой отдаленной части России Ну конечно дороговато, но не то чтобы прям совсем дорого Заправляемся Легкая дорога Да, легкая дорога Удачи Чтобы поменьше завтраку будет Да Да, удачи От кого? От пацанов с Ваврентия Ха-ха, ну с чего? Все, мужики, счастливо Давайте Удачи Спасибо Дальше по пути следования у нас было крупнейшее национальное чукотское село Лорино В котором мы собирались встретиться с местными китобоями Хочу порекомендовать вам яркий и необычный контент начинающих YouTube блогеров с канала Юля и Вова, рассказывающих в своем блоге про красивую Италию Ребята живут в Италии уже 6 лет и самостоятельно путешествуют по этой солнечной и красивой стране Они снимают классные и нетуристические места Италии, про которые нет информации ни в одном русскоязычном путеводителе Говорят и пробуют разнообразную итальянскую кухню, обошли пешком и изучили уже весь остров Капри А прямо сейчас снимают интересный видеогид по легендарному городу Помпей По заявлению ребят, такого на YouTube еще точно не было Канал ребят очень добрый, легкий, позитивный и познавательный Ну а изюминкой канала является периодическое появление в кадре итальянских персонажей с особо интересными историями В общем, ссылки на ребят в описании под видео Переходим, подписываемся, смотрим и открываем для себя прекрасную Италию А мы продолжаем дальше наше приключение по далекой, но красивой Чукотке Мы за вами, заходите Как у вас здесь, а? Уютненько Здравствуйте, как вас зовут? Алексей Анатольевич Очень приятно, Алексей Анатольевич, меня зовут Богдан Я руководитель вот этой вот банды в красных пуховиках, которая доехала Добрый вечер, Александр А ты смотри, какая карта, а? О! Вот это да! Это получается пенис моржа Он полностью состоит из кости На этой кости вырезаются вырезки, нерпы, моржа, кита серого Вот эти внутренние поры, это корень Если так показать, то это начало, это конец А, вот это начало Это начало А это конец Основание? Там где яйца уже А, вот здесь яйца Применение какое-то есть? Или это только украшение? Да Ну, сейчас как украшение, а раньше можно было ими оборудовать как оружие, да? Как оружие, да? Да Серьезно? Какая сила удара может быть? Ну, давайте я его отстукну и потом... Не, мне бить не надо, мне еще нужна била Ну, он же сломается, если меня ударить этими Не, он не сломается Это... Тоже... Раньше наши предки использовали пенис моржа как орудие самозащиты Ребята, в общем, я не смог удержаться И так как я люблю север и все это То, смотрите, взял себе вот такую композицию с мишками Как я понимаю, мама учит своих медвежат Как рыбачить здесь, прямо на берегу океана Потому что вот волны И здесь, собственно, показана рыба Поэтому это как раз будет очень круто Как рыбакам Я все-таки больше люблю именно рыбачить, а не охотиться Вот Ну и медведи, они действительно... Ну, такие, знаете, это не просто хищники Они все-таки, мне кажется, непростые ребята С которыми, когда мы встречаемся Мы с ними очень дружно и мирно расходимся Вот, поэтому взял такую работу Работа сделана здесь, в поселочке Лорино Мастер Тадибиев Говорят, что это один из самых крутых мастеров здесь Ну и посмотрите, работа просто невероятная Это одна из его первых работ в таком стиле Которую он делал очень-очень долго по времени Помимо всего прочего Помимо всего прочего Я еще договорился с ребятами И попросил их сделать вот в таком стиле рок Расписать его отдельно Из выреза чисто расписной В нашем стиле С одной стороны будут оленеводы А с другой стороны будут путешественники Которые путешествуют по северу Ну вот, должно что-то получиться В итоге, как согласуем финальный макет Я думаю, что к моменту того, как будет выходить эта серия Я покажу вам вот здесь, что же мы согласовали Сразу кто будет спрашивать Цена на такую примерно вот вещь Колеблется от 20 до 30 тысяч В зависимости от сложности резной работы Ну и за длинные ромы Есть совсем дешевые рога А ребята купили Ребят, кто купил себе пенис? Вот этот пенис кто-то купил? Тим Тим, ты купил? Наш оператор купил себе вот такой пенис Это кит, кашалот И, собственно, здесь вот моржи И, как говорится, слово «хер моржовый» Теперь приобрело значение, как говорится, в полную силу Мы много путешествуем, на самом деле, по северу, по Арктике И огромное количество традиций я перенимаю у местных народов Потому что, когда ты приходишь в гости А сейчас мы приехали к вам в гости У вас здесь есть свои правила И вот есть ли какие-то обычаи у охотников, у рыбаков Когда вы, грубо говоря, просите хорошей погоды Когда вы как-то что-то взаимодействуете с природой Вот какие у вас есть традиции? У нас, как всегда, младшие уважают старших Старшие подчиняются нашим старшим предкам Которые нас растили, поднимали, выращивали, как говорится Поднимали на ноги И от каждого поколения, старшего поколения Оно переходит из обычая к обычаю И по сей день На любом новом месте мы обязательно делаем обряд Которые должны всегда помнить то, что нам старшие настаивали Мы делаем то, что у нас есть из еды, из пищи Мы от каждого отламываем маленький кусочек И просим наших предков, чтобы все у нас было хорошо Чтобы дорога была хорошая, чтобы всегда всех вспоминаем И как по обычаю мы делаем эненгириночки Как называется? Эненгириночки Ага Покормим сперва предков, а потом уже после, как сделаем обряд Мы приступаем к пище И после этого у нас надежда есть и на хорошую погоду, и на хорошую добычу И на хорошее все, что мы пожелали, попросили у предков Они нам стараются это возместить И самое главное, как я понимаю, здесь есть именно память своих предков Потому что пока есть эта традиция, есть и память о своих предках Значит внуки будут помнить о дедах, о прадедах Правильно? Оно так и идет из поколения в поколение Вот вы верите в Бога, другие в ислам, а мы верим в своих предков И получается так, что у каждого народа есть, как говорится, свой Бог А с природой как-то взаимодействуете? Ну все-таки природа, она же нас кормит Мы в ней живем, мы с ней, грубо говоря, должен же быть какой-то баланс Где-то мы у нее взяли, где-то зверя добыли, где-то рыбу добыли, где-то кита добыли Что-то где-то мы ей даем Вот как здесь, вы взаимодействуете как-то с природой тоже? Первая добыча, которая есть, ну например, мы добыли нерпы Мы эту первую нерпу должны отдать самому старому уважаемому человеку И поблагодарить то, что мы добыли, и то, что он нас когда-то накормил этим И научил навыкам Мы также эту нерпу сперва поем водой Просим у нее прощения И то, что после нее осталось, мы, как говорится, сбрасываем обратно в море и так же делаем обряд Напомню, что мы находимся на побережье Берингового пролива, в национальном поселке Лорино Именно отсюда китобои выходят в море на китовую охоту Однако добыча для морских зверобоев – это не сама цель Охота позволяет чукчим и эскимосам ощутить принадлежность к своему роду Идентифицировать себя как добытчиков, почувствовать собственную силу Ровно так же предки этих людей выходили за китами и тысячу лет назад Алексей Анатольевич Атой – легендарная личность на Чукотке Глава общины Лорино и самый именитый чукотский морской зверобой Именно благодаря ему возродилась традиционная китовая охота Напомню, что добыча китов аборигенам была запрещена более 20 лет, аж до 1996 года Казалось бы, все навыки за это время были утрачены Однако Атой помог землякам вернуться к занятию предков и почувствовать вновь свою родовую самоидентификацию Община создана для чего? Для того, чтобы мы обеспечивали традиционной пищей коренных жителей То, что мы их делали То есть мы добыла китов, мазейлов, тактов, нет И тут же продаем коренных жителей Для этого и стоит община Ну это на самом деле очень хорошо, что эти традиции сохранились И очень хорошо, что государство тоже это понимает и дает на это квоты, как я понимаю Потому что больше ж никто не может охотиться, как кроме вы Ну я имею в виду общины только То есть я не могу прийти, а если я буду охотиться на кита, то это, по-моему, уголовное дело на меня заведут Знаете, что мы интересно заметили? Мы когда спускались через бухту Игольчатую, как раз шли через перешейк И там заезжали перевалочная база оленеводов И они как раз были на устье реки По-моему, Енарнай То есть та, которая впадает в Северный океан, в эту бухту Он говорит, у нас здесь мяса нет, мяса только у оленеводов Но зато у нас здесь есть рыба И он говорит, что вот те, которые живут прям совсем-совсем на море Они нам, охотники, привозят нерпу или тюленя Мы им даем рыбу, у них голец вот такой здоровенный, подвяленный И то же самое оленеводы Оленеводы привозят мясо, а мы им отдаем рыбу И получается, что без денег происходит натуральный обмен Такого в России уже мало где встретишь Я был этому приятно удивлен Что люди взаимодействуют абсолютно без каких-либо денег И причем взаимодействуют очень комфортно В нашем районе все готовятся к эракору Эракор, это быстроногие олены, если привезти Раньше, когда-то, в старые времена, когда наши еще прадеды Всегда делался обмен между веробоями и оленеводами И до сих пор эти традиции сохранились Мы заготавливаем, как ты говоришь Нерпичные шкуры, лохтачьи шкуры, ремни Это все мы заготавливаем, ту же кожу и делаем тот же самый обмен А они вам потом торбоза, они вам потом шкуру, грубо говоря Да, да, ленья, мясо на лень Да, да, ленья, берем червен А шьют наши жены Нет, ну я понял, да, да То есть понятно, что как везде здесь все делают жены и не шьют Потому что мы к кому приезжали, они говорят Это жена сшила, это жена сшила, это жена сшила Даже полок большой с жена сшила из-за лень У морзверобоев Самая ценница, это когда Ну-ка, тебе жена связала манишку Да А я оценю от жены то, что она мне зашила Торбоза с нерпичей шкурой Подошву с лохтачьей шкурой И помьят шиты из оленевого меха И я не замерзну, где я буду Там в любом суровом части Ты в машине, а я на природе Да? Я могу закопаться в снег И спать спокойно, как ты все равно что в машину залезть и залезть в кукуль А вы на чем по поселку передвигаетесь? На вазике На вазике, да? Ну конечно Хорошая машина Вроде бы это, импульты много, да А приходят По нашим дорогам они выдерживают А вазик выдерживают По дороге у меня сколько выжимают? 130-140 выжимают Ну, на снеге этого Ну, комфортная скорость где-то 110-120 Вот такие прошли А можно прямо? Конечно Там дороги нет Хорошо, договорились Потому что я на вазике не смог проехать На лево-направо? Чё-чё Прямо дорога идет Может прямо? Нет, тогда Туда Ничего себе А я там не проехал Да да чё Не Она так нормально ездит Даже не почувствует Бля Понравилось? Чётко Не 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 Садитесь за руль Попробуйте Здесь у нас в поселке практически для коренных жителей всё обеспечено Но поселок, смотри, очень чистый и красивый Да? Да, я не жалуюся Потому что все традиции, все обряды, всё сохранено здесь И практически каждый житель знает друг друга Любой заезжий в поселок он сразу видит Ну получается мирно все живут? Всегда жили здесь мирно И до сих пор живут мирно А как по населению? Сколько получается здесь кого-то? Здесь же я как понимаю есть и эскимосы, и чукчи, и грубо говоря из России Кто из центральной части? Здесь Советский Союз Советский Союз? Да Жень, расскажи, что ты нарезаешь и покажи как это выглядит Я нарезаю и держу в руках фантастический продукт, абсолютно новый для меня Это сало кита При этом Где верх, где низ При этом, вот это чёрное, это шкура кита А само сало, то есть китовий жир белый Но есть можно и то и другое И это очень вкусно, ребята Это очень вкусно И сейчас мы что это будем делать? Смотрите, мы сейчас это будем есть Вот так Оп Ммм 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 Вы не сейчас поступаете раз едите Очень вкусно Очень вкусно Чуть напоминает осетра, да? Да Оно Не продается в магазине, но можно достать только в общине Да В чукутской общине, в которой мы так что были Красота Наконечник, которым добывали морзверя в районе села Лаврентия и села Лаврентия Это древнее оружие охоты на морзверя Ориентируется на этот 17 век В 17 век В 17-18 век Ну, прежде всего, что мы хотели сказать Во-первых, вам большое спасибо за гостеприимство Вот то сало, которое мы, мы его на самом деле попробовали прямо на улице Оно нереально вкусное, я могу сказать, что вкуснее, я еще ничего не... Это просто вкусно Оно чем-то напоминает чуть-чуть осетрину, чуть-чуть отдаленно Как хрящик осетра Но это невероятно вкусно Спасибо вам, что вы вот столько для нас и с такой щедростью так угостили нас этим вкусным продуктом Спасибо, что вы нам вот такие красивые работы, которые мы здесь приобрели Ну, несмотря на то, что приобрели, тем не менее, с хорошей скидкой, как я понимаю Ну и очень хорошо, что вот здесь, на окраинах Родины, вы чтите свои традиции Живете так, как жил ваш народ до этого И пытаетесь это сохранить Потому что, если вы это не сохраните, то никто кроме вас это не сохранит И приятно приезжать сюда и видеть то, как малочисленные народы живут Ну, я могу сказать, что вот здесь, на Чукотке, вы живете очень хорошо по отношению ко многим другим районам С севера, где живут другие малочисленные народы То, что у вас есть вот эти красивые домики, то, что здесь, ну, видно, как живет народ И вот давайте выкнем за ваш день рождения, за 23 февраля И за то, чтобы здесь, на вашей земле, было как можно больше туристов с положительными эмоциями И как можно больше всего самого хорошего Ну и от нашего партнера вот такой фонарик Чтобы, как говорится, когда вы уходили в море У вас всегда был маяк от остров, чтобы можно было вернуться всегда домой Праздник, пожалуйста И заимно вам, как руководителю, это ухо кита и работа наших мастеров Мы подарили И каждому участнику вот этого перехода, это ухо серого кита Которого мы чтим, уважаем и с глубоким уважением относимся к этому серому киту Это подарки от нас, от общины, вам, каждому участнику Спасибо вам большое Спасибо вам, спасибо Ну, подожди, подожди, только без постановы, Саня, ты сразу, прошу Без этого, без... Просто не стань, как дебил, подожди, кто-то звонит Ты как бы, а то ты как знаешь, что ты... Да, как обычно. Сейчас это... Я тебя сейчас, я прям с тобой постой, там толкнуй тебя, что-то. Саня на самом деле иногда стесняется, но при этом очень хороший человек. Поэтому сейчас Саня вам все расскажет по-свойски, как будто будет говорить мне, а не как для телевизора. Потому что если вы хотите посмотреть информацию для телека, то есть телевизор. У нас все-таки канал, ну, немножко другой. Кстати, если вам нравится наш канал, друзья, ставьте лайки, пишите в комментариях, почему вам нравится наш канал. И не забывайте подписываться на канал и отмечайте, нажимайте на колокольчик. Тогда вам будут приходить уведомления о новых видео при загрузке на наш канал. В общем, не пропустите, все самое интересное, как всегда впереди. Пойдемте к Сане и спросим, для чего же мы грузим здесь чукотский уголь и везем его дальше в Тундуру. В общем, мы возвращаемся к теме с углем. Саня сейчас все расскажет. Не просто к теме с углем. Мы, наконец-то, одна из таких вот прям важных миссий. Добрые дела. Назовем это добрые дела. Не просто добрые дела. Вы знаете, да, мы путешествуем, да, мы привозим там в регион, там что-то еще. Но когда тебя просят сделать какую-то важную, жизненно важную вещь здесь, помочь местному населению, что-то для местных людей сделать. Короче, сейчас, ребята, нас попросил директор совхоза отвезти на перевалочную базу, где живут оленеводы. Они просто там живут, они передвигаются, когда из бригады в бригаду или из бригады в населенные пункты. Они заезжают на перевалочную базу погреться, отдохнуть или мало ли что-то случится с бураном. И там кончился уголь. И сейчас мы грузим уголь. Докуда? Там километров 200, да, нам сейчас? Да, и везем по тундре, там, где нет ни дорог, ничего. Около 200 километров. Везем просто несколько мешков угля туда мужикам, потому что они там сидят в холоде, топятся плавуном. Которого уже тоже нет. И поэтому там прям у них нереальная дубарина, они в одежде. Поэтому вот добрые дела можно делать даже здесь, находясь в таком проекте, как наш. И, друзья, если у вас есть возможность, всегда будьте добрее, всегда делайте что-то такое. Находите время, силы, финансы и желания. Самое главное, ставьте себя на место человека. И если бы ваши действия вам на месте человека были бы полезны или были бы приятны, делайте это, прям не раздумывая. Вот если бы мы сейчас были там, на месте этих бедных оленеводов, и если бы нам бы кто-то привез уголь, я был бы самым счастливым человеком на свете. Поэтому сейчас мы грузим и везем. Пошли грузить. Пока. Ола! Первый в мире арктический углевоз, который гоняет по тундре, едет по маршруту Лорина, игольчатая губа. Правильно? Колючинская. Колючинская. Ну, игольчатая. Настя, иголки же колются. Не, вы знаете, она реально игольчатая. Потому что они там эти иголки. Там такие торосы, как иголки. Везде местные. Мы когда первый раз врубились в них, мой штурман Олег, он так и сказал. Он говорит, теперь я понял, почему она колючинская. Посмотри, какие колючки вокруг нас. Это реально так. Правда, это был я по рации. Ну ладно. Это я по рации стал. Удивительные дела творятся на Чукотке. Так далеко забрался. Думал, блин, я тут один с Ямала. Оказывается, не один. Я встретил земляка. Не просто земляка. Не просто человека, с которым мы живем рядом. А мы еще, у нас есть общие знакомые, с которым мы только что поговорили по телефону. Я начал звонить Артему. Артем, привет, привет. И внезапно даю Владу телефон, и Артем был просто в шоке от этого всего. То есть человек приехал с Ямала сюда. Он познакомился в отпуске с девушкой. Девушка из Лорина. И вот они сейчас здесь живут вместе. То есть обалдеть. Подарок? Да, подарок. Как знак дузбы северных народов. Да, да, да. Да. От нас, вот. Ну как, от Лорина. Да. От Чукотки. От Чукотки. А от ямальского ненца. Чукотский подарок. Да, да, да. Да, спасибо, Влад. Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе, дружище. Ты расскажи, вот ты как коренной ненец, как человек, родившийся на Ямале, выросший в Ярселе. Про Чукчи, вот про народ Чукчи скажи. Насколько... Мы, вот подожди, сейчас я скажу. Мы от гостеприимства, от этих людей, ну, сказать просто в шоке ничего не сказать. То есть мы настолько... Я тоже ничего не могу сказать вам. Вот. Мне сказали по коням. Вот, вот, вот. Вот человек вот. Праздникам. Вот замечательные люди, да, с праздником. Нормальные люди, хорошие. Народ очень. Нравится тебе здесь? Да, да. Видите? Вы видите, какие Чукоты гостеприимные? Спасибо, спасибо огромное. Шоколад никогда не помешает дорогу. Хотя бы конфеточку, но дадут с собой в дорогу. Тебе тоже кинооператор. Спасибо. Гостеприимные лоринские китобои предложили остаться с ночевкой у них. Но понимая, что где-то там в тундре в холоде замерзают оленеводы, мы приняли решение отправиться в путь прямо ночью. Наш путь проходил через коварную Мичингенскую губу. Именно здесь была активная подвижка льда и огромное количество трещин, которые не все удалось спокойно проехать. Так как Саня с Олегом идут первой машиной, то, соответственно, вот такие случаи они принимают на себя, как говорится, самый основной огонь. Вот тут, казалось бы, видно, сдалека видно, что трещина есть, но со стороны кажется, что она запечатана и, так скажем, неживая. Но из-за того, что совсем недавно была метель, ее запечатала снежком, но при этом она открытая и абсолютно живая трещина оказалась. Вот ехав в такую трещину, Саня провалился в колесо и повис на пороге. Сейчас немножко ребята отдолбят все это дело пешней, и машина, собственно, поедет. Сань, а она живая в плане, водянистая, да? Да, в колесо лисит. А, прям в водичке, да? Нет. А толстая или нет? Лед толстый вот здесь? Ну, конечно. Вот так вот и живем. Да, не, не, нормально, Саня. Давай сейчас я беру подушанку. Сейчас поедем вдоль трещины. Поедем потихоньку вдоль нее, найдем, где поуже, и перейдем. Как обычно, короче. Вот так, по морям ездить. Аккуратно. После того, как провалились в трещину, ищем через нее проезд и едем уже примерно где-то, может, минут пять вдоль трещины и проезда пока так и нет. Выглядит это примерно вот так. Трещина. Большая, свежая. Живая. Да, но проезда пока нет. И вот что-то здесь нашли. Сейчас будем пробовать, возможно, здесь. А раньше мы проезжали прямо здесь, потому что трак показывает, что вот здесь мы, собственно, практически и проезжали. Саша опять пробует, сейчас посмотрим, что там получится. Есть вероятность, что опять можем булькнуться. И она везде широкая, придется до берега идти. В общем, здесь тоже трещина оказалась широкая, поэтому едем дальше, будем искать проезд. В любом случае, где-то будет припой, и где-то, как говорится, можно будет проскочить через нее. Продолжение следует... «Хайлакс» везет уголь оленеводам, которые мерзнут в холодных условиях тундры. А ты говори, Жень, ты ничего не ломаешь. Ты не ломаешь, ты рвешь. Это вам. Да, пить чаек с макарошками. Чаек с макарошками. Без бурги это место, конечно, выглядит совсем другому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!